Доброе утро, друзья, братья по нашей вере. Вера в то, что страна покроется садами. Я надеюсь, что то, что вы сейчас увидите, передаться и вам. Тем, кто все еще не верит, кто опустил руки. Молодежи обращаюсь, которые знают, что у тебя только одно удача для шашлыков. Поэтому никогда одна сторона не накормит неотравленными фруктами, не надейтесь только сами. Нам нужны доказательства, вот они. Поэтому вот так называется эта моя передача. Этот фильм называется, посвящается то, чего достигли мои ученики. Именно ученики, не просто люди самостоятельные, которые сами по себе добились успехов. Именно речь о моих учениках и моих материалах. Итак, фото из Сада Железов. Это визитная карточка из Шушенского района. У меня есть свои фотомодели. Вот одна из них. Я тоже учусь рекламировать, но рекламировать не ради заработка, а ради великой цели. Передать свои технологии, свои материалы простым садоводам и науке. Науке не понадобилось, а простым садоводам достигнуто многое. Итак, смотрим. Итак, фотографии, которые сделаны в других садах, не в моем. Вот только эта моя. Все. Только эта. Вот. Читаю. Тут недавно гостевой моего сайта сравнили с Ашкабадом. А что человеку? В Ашкабаде как-то было минус 30. Что особенного? Итак, я стал из Сибири, как бы условно переехал в Среднюю Азию. С дикой жарой. Вначале о мошеннических сайтах. Их еще три года было всего сотня. Рюсей Виноградов взялся и разоблачил ок. Ну, вот первая сотня. Вот. Это везде мои фотографии. Мои, 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 мои. Вот. И. Каждый вот такой квадратик. Вот такой вот. Вот такой вот. Вот такой вот. Вот такой вот. Вот такой. Сайт, где мои фотографии используются в мошеннических целях. Вот так вот. Любуйтесь. Каждый такой квадратик – это сайт. Страшная картина, страшное обвинение. Вся страна. Сейчас что творится? Вся страна миллионами, наверное, уже миллиардами саженцев покрыта. Везде и всюду. На обочинах. Везде и всюду. Саженцы, 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 саженцы. И все это практически умрет. Все практически умрет. И так полюбовались на эту первую сотню. Уже есть вторая и третья. Вот так выглядит. Ну, еще одна фотография. Не выдержал. Всеславий. Еще одна фотография с моего сада. Уже больше не было ведер, уже больше не было пакета. Уже люди собирают, возят. Уже вот так, что называется, в подоле. Кстати, это научные сотрудники, чем я горжусь. Редкий случай, чтобы в Железово-Садово-Любители заглянули на огонек сотрудники из Красноярска, из Красноярского государственного университета. Вот. Привет, Тольятти. Высылаю фото четырехлетних персиков. Первый урожай был в 19-м году. Выросли в только 8 плодов. А в 2020-м два ведра в кустеших ароматных спелых персиков. В этом году уже свои косточки заложила на статификацию. Во! Хотела узнать, из блекосик тоже будут вкусные плоды. Да, утверждает Железово, тоже будут вкусные плоды. Вот. Ну-ка, давайте посмотрим, что здесь. А, вот это, вот это, вот это. Мне до того интересно показать вам. Вот еще персики наливаются. Представляете, три года от косточки. Три года. Три года. Сама вырастила из косточек. А? Это не просто фильм коротенький. Это обвинение науки. Скоро-скоро будем собирать. Если даже взялись бы они это вырастить, взялись бы они это вырастить, они бы тут же бы их уничтожили собственными руками. Вот эта агротехника, это не сегодняшняя тема. Но поверьте, я не шучу, не шучу. Посмотрели? Полюбовались? А теперь еще. Вы знаете, сегодня у меня полчасовой фильма. Сколько успею, расскажу. Татьяна Гердова. Вот еще. Вот еще персики наливаются. Тоже. Так. Она же. А теперь посмотрим сюда. Открыть. А почему яблок нету? Ну, что она ранее, уже опали. Уже опали яблочки? А что у нас осталось на яблок? Внимание. Внимание. А что ты тут снимаешь? Игрушки. А грушки, как на яблони. Вот они. Волшебные. Волшебные. Лесная красавица. Скелетная прививка. От железа получен черенок. Внимание. Без плодов 300-400 грамм. А? Я до того люблю. Это самое. Хваст... А, нет. Шучу. Я серьезный человек. Я никогда не хвастаюсь. Итак. А это было... Так. Понимаете, что мне придется назвать этот фильм «Сенсация». Догадываетесь? Нет? Посмотрим. Виктор Сергеев. Уже не помню, что тут будет. 49 грамм. Персик Хасанский от железа. 47 грамма. 47 грамма. Ну, косточка. Что-то с зелеными снял. Похоже. Косточка. Вот такая мигать. А вот кто-то пишет. Что-то у меня не вызрели опять. Ладно. Ну, а лиха беда начала. У меня тоже первое поколение не вызревали. Не вызревали. Ну-ка, посмотрим еще один фильм. От Сергеева. Урал. Сегодня 31 августа 2020 год. Вот созрел персик Хасанский. Так. Все, ладно. Такого вида. Экономим время. Даже это... Знаете как? Вы сейчас увидели по скрымне. Вот, допустим, на Сахалине получились вот такие вот 200 граммовые. Тоже здесь ниже покажу, да? А и тоже Хасанский тоже. То есть там потеплее, где в теплице. Они раскрылись в свои качества. А почему я так говорю? Догадайтесь. Потому что где холодно, там они скромнее. Это одна из особенностей. Это не то, что разные сорта. Вот. А когда вот на такие смотрят, ах! Виноград зеленый, сказал у лиса, не допрыгнув до винограда. Так и тут. А, уже лизо, персики кислые. Это невкусные. Илья Зайцев, Казань. Переходим на абрикосы. Ай-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Вот. Вот вам Казань. Это сливы. Вот. Еще сливы. Абрикосы. Красота какая интересная. Похоже на поину. Итак. А, знаете, что получилось? Это уже надо стереть. Память подводит два раза. Зафиксировал. Так. Тереть. Все, хватит один раз. Итак. Да, я еще не делал эти выводы. Сажал косточки сливы китайки с обнира Востока. Весна 15-го года. Сливы зашли через год, когда я грядку перекопал. Это тоже бывает. Следующий. Спасибо, что вы делили время. Я поняла ответ на мой вопрос. Где это Кензуль? Черт тут знает. На обходах Жигулевска есть, правда, на одном я сова в день своего юбилея. А прививку я делал в 2008 году. До 2020 года рожаи были средние, молодые годы подберзала, затем перестала. Но согласитесь, что у нее зяблони именно на круглый год обеспечены. Выращивание персиков из косточки. Ну-ка посмотрим, что тут еще у нас есть. Нужен автополив? Собери свою систему полива со скидкой до 50%. Я ни при чем, это не мое право. Здравствуйте. Меня зовут Евгений Черков. В своих видео я рассказываю о том, как живой обустраиваюсь в лесу на участке земли размером в 2 гектара. Рассказываю, что я здесь делаю, как, зачем и почему. Приятного просмотра. Хочу немного рассказать про наши персики. Вот эти персики выращены из косточки. Косточки я заказывал у Железова, Валерия Константиновича, если я не ошибаюсь. Все понятно. Теперь, что тут написано? Заказал уже ледокольский персик, сделал сертификацию, посадил, выросил саженцы, один на третий год, дал первый рожай. Так, ну что, все, хватит, достаточно подробнее. Это когда вам понадобится, я вышлю эту папку. Татьяна Барнякова, я из Омска. В 2007-м выписывала Костя Кабрикоса, засадила весь огород, раздавала соседям, браковала. Теперь это большие деревья, по 5-6 метров, оставила только два. Очень многое место занимает. В прошлом году оставшиеся дали небывалый урожай, ветки ломились под урожаем. Спасибо огромное за незабываемые эмоции. Спасибо за вдохновение к прививкам. Это вы заразили мне в шестом прививкам. Теперь в моем саду поселились много сортов яблони и груши. Некоторые сорта ваши. Это действительно большое счастье, ощущать себя волшебницей. Ладно, виноград это не мой. Красота какая. Вот таких садов бы миллионы. Как ненавидят деревья эти люди с научными степенями. Как ненавидят. Увидят дерево, говорят, неправильно их все отрезать, 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 отрезать. А потом деревья чахнут, умирают, покрываются грибами, покрываются тлей, жуками, пауками, а потом миллионы ядохимикатов. Вот, пожалуйста. Сейчас она перестала двигаться пока. Какие-то сбои в компьютере. Я уже не обращаю внимания, жду пару секунд и дальше. Все, поехали дальше. Красота какая, видите. Вот такие дела. Вот. И вот. Как она написала? Разносортовые. Вот они, разносортовые. Кстати, сенап северные, знакомьтесь. Ой, красота. Кемерово. Вот. Ну-ка, давайте посмотрим, что там в Кемерово делается. Открыть. Мы сегодня закладываем сад. Растем с Кузбасса. Мне была мечта, чтобы у меня нос сад не забрелся. Мы сейчас будем... Это с Кугорева Антонина Ивановна. Самый важный, самый главный сейчас в России подвижник садоводства. Это отдельная тема. Это сенсация. Вот. Она сама вырастила сад из моих семян. А потом я ей выслал несколько тысяч косточек. Ну, чтобы запасом. И теперь целая школа садила под телекамерами местными. И даже телеканал Мир приезжал. Все это. А почему? Правильно. Потому что она мне поверила. Вот. Ладно. Теперь Нина Акимова. Уважаемый Валерий Константинович, выражаю вам огромную благодарность за черенки, косточки, абрикосов, персиков. Вы мне прислали много лет назад. Это одна из моих сенсаций. Внимание. Сейчас в среднем по Волжье, в городе Ульяновске, теперь уже не только у меня растут ваши крупноплодные абрикосы и персики хасанские. Растут без укрытия. Абрикос один уцелел из пяти взошедших из косточек и оказался самым крупноплодным, крупнее, чем привитые черенками. Поняли? Из косточки крупнее, чем черенками. Это бывает нечасто, но тем не менее это случилось. И вот она сенсация. На рынке покупатели не верили, что эти абрикосы растут у нас, они привозные. Я, конечно, рассказываю историю их происхождения. Огромное спасибо за ваш труд. Дальше мы ее искали, потому что я сразу-то не врубился, а Павел Николаевич Торченко врубился. В каком смысле? Вы понимаете, она, я так, судя по этому письму, она плодами торговала. То есть такое было, плодами. А в каждом плоде косточка. А эти косточки, это да, я продаю по 25 рублей или со скидкой по 20, да? Это я. А на самом деле им цена не 25 рублей, нет, это много. А 25 долларов, каждая, пока не распространится по всей земле, нельзя продавать как плоды. Кто-то компот из нее сварит, из этих плодов. Ну, вот давай уже это. Еще раз. На рынке покупатели не верили, что это абрикосы растут на рынке покупатели. Значит, продавало. Урожай персиков этого года последний созрели в тени. Всего 4 ведра. Там-драм-да-там-да-там-драм-драм. Вы представляете, какая мы цена? Да надо только взять вот эти косточки, тренировать, вырастить эти еще одно, два, а три года и снова урожай из косточки. Три года. Убедились? Вся Ульяновская область должна была уже, может через 10 лет покрыться персиками неукрованными. Только кому это нахрен, извините. Вот это ее фотография. Персик Асанский. Это выращен из черенка прививкой на сливу, видите? А дальше самое интересное, смотрите. Абрикос Королевский привит на местную желтую сливу. На сливу, значит, можно. Вот он урожай. И черенка привит на вами. А это самое главное. Абрикос Королевский клон железа. Выращен из косточки, плодоношение на 6-й год. Пусть на 6-й, пусть долго. Из косточки. Посмотрите, рядом для примера это. Это где-то грамм 50-60. А? Победил кого-нибудь? Господи, как меня это обгаживает? Как меня это ненавидят? Что творится? А я мягкий, пушистый. Безобидный. Только эти говорю. Я проклинаю телеканал Бобер вместе с его этими самыми клоунами, которые назвали себя... Этими, как их... Которые называли себя феями. А потом фея со злобой и калечит дерево. Дерево стоит с секатором. Феи. Вот. Гноят эти... Оставание штампа. Что только не выдумали. Раскапывают дерево посреди лета, чтобы... Внимание! Чтобы взять и якобы закалить корни. Раскопать корни на 3 месяца. Вот. И все это нам показывает. Ужас какой-то. Выгребают все это. Всю еду от деревьев. Листья. Единственная еда у деревьев. Все это выгребают. Не значит, что эти листья съедят червя. Там их уже ждут подходы переработки грибы. От грибов мекориза. Мекориза все это уничтожит. Все плодородие Польши уничтожит. Все. А потом с умным видом на голой черной земле брать вилы, втыкать в землю и говорить вот так. Подаем кислород. И это дурь вся. Поэтому я мягкий, пушистый. Мне говорят, что я злой. Станешь злым. Персик Асанский черенком на привык дал хорошие знакомые. Он когда-то брал уже за маленьким саженцем. Я привык и персика сделал на ветке в крону сеянца. От косточек гибридность алычи сорта шатер. Черенки абрикосы отдавал когда-то известный садотопытник нашей Нижегородской области. Из Лукоянова. Сверин Михаил Иванович Зарько. Да, его не стало. Михаил, сегодня девятый день к привыкке. Ну и так далее, и так далее. Так вот, Сверин мне прислал в свое время черешни. Черенки. А я ему высылал, высылал, как это самое. Кажется, персики, кажется, абрикосы. А сейчас его у живых нет. Вот, но теперь вот это персик Асанский. Внимание. А, погодите, а где фотография-то? Да-да-ра-да-ра-да-ра. Это еще отто. Персик Асанский дал мне хорошую знакомую. Вот, брал у Железова. Так, а где фотография-то? Жалко. А может быть, она высыпается. Я, наверное, горел. А, тут получается, вот это вклинилось, вклинилось. Но вклинилось как? Вот еще одна пришла, это самое сообщение. Абрикос, ровесник Машеньки, заказывал у Железова. Он выращивает шикарные фрукты в Сибири. Вот уже, видите, вот так вот. А вот это вот, Александр, вот это вот он пишет, про Сверина, про Персик Асанский. Фотография вот она вот. Это просто вклинилось чужое письмо. Вот теперь, видите, вот так вот. Теперь форум Персик, помогите. Помогите. Персик Асанский от Железова в Средногорск. Прививка 2011 года. Напоросы сливом Москва-Митина. Ничем не укрывал. О! Цветет три года. Плоды созрели первый год. Все съели прохожие. А почему, знаете, как бывает? Ага, ну, продолжаю. 9 мая кто-то умный выкопал рядом пару цветущих абрикосов. На даче растут сеянцы из косточки Хасанского. Пока только цветение. Вот. Ну и так далее, и так далее. Все прививки на сливе. Замотал. Получил. Как Перезиму. И так. Вот это, видите? Вот это, видите? И знаете, как получилось? Сейчас расскажу на анекдот. Я понимаю так. Это улица. Так. Это абрикос. Ой, Персик Железова. Вот. Кто посадил? Ну, наверное, он и посадил Александров, наверное. Горел. Так. Но как получилось? Тут были посадки еще маленьких этих абрикосов. Их украли. А абрикос-то легко узнать можно. Видимо, поэтому и украли. А никто никогда, видимо, и в этом Подмосковье не видел этого самого, не видел персиков в жизни, живьем. И этот персик рос, рос, рос. Вырос. Зацвел. Ну, мало ли, что цветут. Все у нас цветет. Вишни цветут. Бывает на дорогах. Яблони цветут. И, наконец, когда он заплодоносил, вот это самое, о нем в речи, да? Это я как бы с удовольствием расшифровываю. Вот он. Так. Так. Достало это самое, какой-то вирус. Где вот тут? Про улицу. Сейчас, секунду. Вот это вирус. Вот это вирус. Сейчас надо подождать, пока оно закрепляется. Минуточку. Для того интересно жить на свете. Ну, в общем, мы поняли. Речь идет о том, что прохожие угощаются. А, ну, все равно интересно. Где-то, 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 где-то. Так. Ой, бремя терен, терен, терен. Ладно. Получается так, что еще было письмо. В общем, вот эта фотография, да? Ну, вы мне можете поверить, я фактически комментирую, в каком плане. Вот этот, когда заплодоносил, помните, там эти слова были выше? Ну, еще выше, некогда искать. Так, что прохожие угощаются. И вот, видимо, он поэтому и угощается. Только если он теперь настолько крупный, то, видимо, его уже поздно украсть. Вот. Ну, может быть, кто-то потом череки с него будет брать и так далее. Вот. Представляете? Наверное, за пределами дачных садов, за пределами частной земли, это, наверное, единственный в России персик, который плодоносит сам по себе. И самое приятное, что это мой персик. То есть, материал от меня. Анор, башкирия, считай себя учеником Железова. С персиками так и не получилось, ни кочками, ни прививками. Подмерзал до корня, не укрывал, так как не вижу смысла. А вот тут я Анора мы с ним, старые друзья, ругаю. Вымерзал, не укрывал, не вижу смысла. А вот укрывал бы, хотя бы наполовину, и был бы с персиками. Эх, Анор, Анор. Абрикосов полон сад, груши, черешня. Объявление висит постоянно, цены смешные. Он пытается продавать, а никто не покупает. Видите, настолько уже людей руки опустили, что рядом у него персики, вернее, абрикосы плодоносят. И саданцы, и недорого, и цены смешные. Они берут все уже. Отбили охоту вот этим бесконечным бронем у людей. Просыпайся народ. Черешня пришлась повозиться. На пятом поколении появились плоды. С абрикосом просто. На третий год пару плодов, дальше по прогрессе. Груши обалденные. Вот. Ну, наверное, на этом мы... А, ну еще, это... Тайшет, это жуткая зима, это жуткая Сибирь, Тайшет. Абакан-Тайшет когда строили, раньше в советское время много рассказывали про троих этих самых гердезистов, которые погибли, прокладывая, погибли от невыносимых морозов. Это от тяжелейших, когда они прокладывали пешком дорогу Абакан-Тайшет, съемку делали. Это и была эта жуть. И вот Тайшет, пусть это старая, пусть еще... Это самые первые мои успехи, когда я начал этим заниматься. Вот. Я просто ностальгия. Где-то, наверное, лет 20 этих фотографий, а может и больше. Вот. Видите? И где? Тайшет, там ничего не должно вообще расти. Вот. Академики, декари. Я и сейчас не верю в это. Еще говорю, это до того, как появились цифровые фотоаппараты. Ваш академик, Антоновка. Это уже... А, я делал фотографии с экрана, поэтому не удивляйтесь, что 21 год. Это с экрана фотографии. Вот так вот. Ой, до того здорово жить. И я вот чему говорю. А там потом Тайшет, кто-то написал мне письмо. У нас, говорит, двое занимаются этим делом. У них ваши эти... Яблонь, груши, абрикосы. Вот. Занимаются. У них прекрасные сады. Я говорю, так попросите их, чтобы отозвались. И хотя бы с благодарностью к железу. Пусть пришлют фотографии. Ну вот пока нет. Вот. Мы с вами только... Смотрите. Мы с вами посмотрели фотографии где-то шестую, седьмую часть. Ой-ой-ой. Ну еще глянем вот на это. Вот. И у меня сейчас закончится... Он сам остановится этот. Видя камера сама остановится. О-о-о-о. Все. Ой, как жалко. Ой, как жалко. А это? Першики от железа. Господи, так крося. Ой, открылось. Сегодня 31 августа 2020 год. Вот созрел. По-моему, мы ее видели. Выше. Да, по-моему, видели. Это просто повтор. Я не внимательный. Вячеслав Перетягин. Город Киров. Фото первого урожая 2020 года. Ну-ка нажмем, что в городе Кирове от железа есть. И куда мы попали? Непонятно. Первый урожая. А нажимаю, попадаю куда? Ой, подождите. Мы-то неправильно нажал. Сейчас, минуточку. Да, что-то тут не то. Это я в Яндекс попал. Ну, это, видимо, я такое не скопировал. Что-то не так. Или так прислали. Бывает. Вот. Мои груши. Груши. Вот. Все. Пока на этом мы закончили. Назовем это сенсацией и первой серии. А сейчас у меня сели. Батарейки еще моргают. Пока на этом все. Продолжение будет. Почему? Потому что вот если здесь смотреть вот так, вот так, вот так. Вот эту малюсенькую часть только. Видите, вот эту вот. Мою малюсенькую часть только посмотрели. Все, друзья. Вот так, вот так, вот так. Маленькую часть от того, что здесь есть. Все. Желаю вам удачи. И чтобы у вас росло все, что растет у меня. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok